Прежде всего я хотел бы сообщить вам о том, что с 22 мая 2022 года вступают в действие новые расценки на проведение восстановительно-реставрационных работ и заточки клинковых бритв. Полный курс мероприятий по разборке, сепаратной чистке, шлифовке, полировке клинка и оправы, сборка на мельхиоровый пин стоит 300 гривен. Также заточка одной клинковой бритвы, вне зависимости от габаритных размеров и геометрического строения клинка, с обязательным предварительным обеззараживанием и обязательной же последующей правкой на ХБ-стропе и чистой коже стоит 300 гривен. Итак, еще раз фиксируем. С 22 мая. Прошу это учитывать в последующих заказах. Теперь непосредственно перейдем к сегодняшним экспонатам. Такой неширокий и крайне-крайне преклонных лет английских клин, мануфактуры Джозеф Роджерс и сыновья из Шеффилда. Контора всем известная, на этом останавливаться смысла нет. Это клин, размер 5 восьмых. Имеет, я бы сказал, значительные следы времени. Однако они бритву не портят, а скорее наоборот, добавляет ей шарма эстетического. Во-первых, во-вторых, никак не влияют на ходовые характеристики. Вот такая оправа имеет здесь сечка, сечку имеет, будем так говорить. Скорее всего, ничего я не стал здесь чистить принципиально. Поскольку сечка не корродировала, соответственно, она могла быть выполнена из двух типов материалов. Тип номер один, это мельхиор, тождественная осевому, на которой собиралась бритва, поскольку изначально она разбиралась и чистилась. Либо это серебро. И то, и другое имеет место быть, поскольку и этой оправке уже лет и лет. Это рог, вот такую вот она интересную имеет расцветку. Ну и, соответственно, следы пренеприятные. Однако, опять же таки, на ходовые качества никак не влияющие времени. Опять же таки, клин небольшой. Здесь, я думаю, как максимум в 5 восьмых. Однако, клин здесь полный. Затачивалась бритва в два слоя изоленты и в один слой ленты каптоновой. Естественно, для желающих попробовать, что такое английская классика, я думаю, лучшего варианта в соотношении цена-качество не найти. И с такой же лёгкостью в обратном направлении она справится. Итак, замшелый, однако непобеждённый и абсолютно работоспособный Джозеф Роджерс и сыновья. И немецкая классика, в данном случае это, вероятнее всего, позиция заказная Растус номер 51 от всем нам хорошо знакомого Генри Бёкера. Вот такая бритва на полной выборке. Размер универсальный, 5 восьмых. Имела родную оправу, изготовленную из эбонита. Материал крайне хрупкий. Со временем, в большинстве случаев, и этот случай не стал исключением, оправа развалилась. Она здесь треснула. Поэтому была заменена на вот такую роскошную синтетическую оправу, в которую бритва села как родная. А учитывая то, что она имеет такой спанишпойн, так называемый, квадратный нос, будем его называть по факту, геометрический, то оправа с вот такими квадратными окончаниями, угловатыми, она как нельзя сюда хорошо вписалась. Единственный момент, я, естественно, самую-самую малость, вот здесь носик скруглен, дабы при бритье бритва не оказывала пагубного влияния на кожу в обрабатываемой области. Обратно, точно так же. Вот такие вот бритвы предлагаются вашему вниманию. Цена каждая из них составляет 2000 гривен ровно. Прошу любить и жаловать. У меня же на этом все. Надеюсь, надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...